Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Документация в порядке, смертная документация в порядке. В общем, учтено все. Программа в действии «Анапские школы» формирует безбарьерную среду. Инфраструктура становится доступнее для маломобильных граждан. Все друг друга поддерживали. Ребята все молодцы. Мы все на позитиве, на спорте. Это было очень здорово. Как закаляет спорт, узнали участники забега, организована честь дня с борьбы со спидом. Зимний шин – это безопасность ваших и других участников движения. Пора переобуваться. Сегодня тот самый день, когда автомобилисты переходят в зимний режим. 1 декабря. Срок исполнения поручения главы «Анапы» об освобождении пляжей от незаконных и брошенных арендаторами конструкций. Готовы ли городские службы отчитаться Юрию Полякову о завершении этой работы? С инспекции на прибрежную территорию выехал заместитель главы «Анапы» Эдуард Балмашев и наша съемочная группа. Анапские пляжи и в межсезонье остаются точкой притяжения для туристов и жителей города-курорта. Чистый ухоженный песок, никакого хлама и уж тем более торговли – вот главные требования к содержанию прибрежной территории. Их глава «Анапы» предъявляет к МУПАКу и управлению по санаторно-курортному комплексу. 18 ноября Юрий Поляков объехал пляжи и отвел две недели на наведение порядка. Разбор и вывоз брошенных конструкций велся практически ежедневно. На сегодняшний день демонтировано 24 объекта. Результат радует. Ничего лишнего – от центрального пляжа и до Джиметэ. Работа не завершена только в Витязево по объективным причинам. Собственник бросил в закрытом магазине все оборудование и даже товар. Постепенно содержимое вывозится, а сама конструкция демонтируется. В недельный срок здание будет ликвидировано и территория приведена в надлежащее санитарное состояние. Я понял. С этим дальше что? Все потихоньку вывозится? Вывозится сейчас. Ежедневно вывозится. Работает 3-динственная техника здесь. А вот это что осталось у нас еще? Ну это вот сегодня все демонтируется. Все демонтируется. Все бригады кинуты сюда из-за того, что после штормовое… Эту правую сторону мы сегодня завершаем полностью. Завершаем. Остается только вот здесь. Завершаем. Остается только вот эта постройка магазина. Все понятно. Содержание пляжных территорий и их подготовку к будущему сезону глава Анапы Юрий Поляков назвал приоритетной задачей для своих подчиненных и всей санаторно-курортной отрасли. Мэр Анапы прошел по обновленной улице Гоголя и оценил качество работы предприятия «Ремстроя», которые ему отчитываются на планерных совещаниях. Юрий Поляков отметил, что прогулочный бульвар получил новую жизнь, но надо добавить зелени и, конечно, установить лавочки для отдыха. Едва глава Анапы поступил на бульвар, местные жители высказали градоначальнику пожелание – не хватает лавочек. До сезона поставим шесть штук, поставим на каждом пролете. О-о-о! Дай Бог вам здоровья, благополучия! Спасибо! Ну, верим вам! Вот хорошо, что мы вас встретили! Хорошо, да! Спасибо вам! Да, ну не за что! Заранее, говорим, спасибо! Ну что, хорошо, освежили тут, подрезали, навели порядок. Сколько времени мы на это потратили? 30 дней. 30 дней? Так точно. 620 метров обновленной новой пешеходной зоны. Пройтись теперь в удовольствие. Римстрой уложил здесь 1200 квадратных метров плитки и установил 1240 штук поребрика. Понедельник – новый фронт работ. Так, еще два места мы делаем на микрорайоне. В микрорайоне мы делаем стоянку около 10-11 домов, там около 6-й школы. И переходим на ремонт тротуара «Красно-зеленый» и «Крымский». Тоже это по просьбам жителей. Просьбы жителей – ключевой момент. Юрий Поляков настаивает, обращения на обчан не могут оставаться без ответа. Люди принимают такую политику с благодарностью. Бульвар Гоголя – еще не завершенный проект. На каждом квартале установят лавочки, а также по поручению главы города приведут в порядок газоны и добавят зелени. В городском театре чествовали анапчан с ограниченными возможностями здоровья, которые принимают самое активное участие в жизни муниципалитета, являясь примером для всех. Концерт продемонстрировал настоящий калейдоскоп талантов, которые славят город-курорт далеко за его пределами. Для одного из участников, который приехал издалека, выступление было дебютным. А пока все небо так и в слезах, не во сне, при чем она и ву. Артур с поэтической фамилией Есенин приехал в Анапу автостопом из Владивостока. Устроиться помогли друзья. По его мнению, город формирует самую положительную гамму чувств. Спокойность, выравновешенность, познание к жизни, дальнейших каких-то успехов. На сцене те, чьи имена звучат уже далеко за пределами города-курорта. Танцевальные коллективы, вокальные ансамбли. В зале много просто неравнодушных людей, гражданских активистов, которые помогают улучшать городскую среду. Их заслуги отметили особо. У нас стало слышать управление ЖКХ. То есть, если где-то нужен съезд какой-то, я пишу, фотографирую, пишу. И они его делают. Очень приятно поблагодарить хочу ЖКХ и Римстрой. Потому что они в этом году очень много сделали съездов. И что сейчас приятно стало, что уже не надо говорить. Стали новые на Гоголя делать съезд и уже сами сделали его для нас тоже. По словам Марины Буковец, с одной стороны, весь первый этаж городской поликлиники сегодня полностью доступен для колясочников. С другой, пока не удалось договориться с частными перевозчиками, чтобы они закупали больше низкопольных автобусов, причем именно новых. Для тех, кто передвигается по городу на колясках, это очень важный элемент доступности среды. Немало сделано для того, чтобы люди с ограниченными возможностями комфортно себя чувствовали. Это и тактильная плитка, это доступная среда, это лунные зоны. Но этого, безусловно, недостаточно. Понимаем, что делать надо больше, развивать это направление. У нас есть все возможности. По мнению общественников, также необходимо делать больше доступных пляжей для маломобильных граждан, а отельерам предусматривать специальные номера. Помимо мягкого климата, город-курорт дает возможности для самореализации. До этого Артур пел «На улице для прохожих». Это его дебют на большой городской сцене. Он намерен и дальше развиваться в Анапе, как певец и музыкант. Александр Ребека, Александр Кореневский, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В рамках декады инвалидов в городском центре диагностики и консультирования проходят дни открытых дверей. Родители могут получить консультации и пообщаться с теми, кто уже приводит сюда своих детей. Дополнительные занятия чаще всего помогают без следа устранить проблемы, и дети могут заниматься в обычной школе, осваивая стандартную программу. Посмотри в небе, да, белых-белых крылок. Концерт силами тех, кто занимается по специальным дополнительным программам в муниципальном центре диагностики и консультирования. Важно верить в собственные силы. В этом году провести мероприятие помогают волонтеры, участники Всероссийского движения школьников. Волонтеры нам под спорь, потому что любой праздник, учитывая специфику наших детей, должен сопровождаться с помощниками. Так вот, они наши помощники. Они добры, они воспитанные дети, они знают особенности. Мы проводим подготовительную работу с ними. И вот на всех праздниках они нам помогают, поддерживают этих детей, так как с этими детьми постоянно кто-то должен быть, кроме ведущего, кроме педагога. Мы готовились к КВНу, и я случайно зашла в кабинет, и там и осталась. Так, около года назад Ольга Поддубная стала волонтером. Сейчас она учится в седьмом классе. С детского сада занимается танцами. Кроме того, хочет стать педагогом-психологом. Исходя из этого, и выбрала, чем будет заниматься в свободное время. Мы приходим сюда и показываем какие-то концерты, и они радуются. И для меня это как отдушина. Сегодня в центр ходят около 40 детей. В руководстве говорят, что одна из основных проблем – кадры. При том, что нужны не просто специалисты, а увлеченные профессией люди. Их собирают в буквальном смысле по всей стране. Светлана из Ростовской области. Она педагог-психолог. Ее личная миссия – повышать общий уровень психологической грамотности школьных педагогов и родителей. Главный совет – видеть своих детей и вовремя обращать внимание на малейшие какие-то трудности, которые возникают. Потому что очень часто дети, которые требуют внимания, уже к нам приходят, когда какое-то количество времени важное потеряно. Оксана живет в поселке Уташ. О том, что есть специальный муниципальный центр, узнала из интернета. Года три назад решила показать специалистам свою дочь. Сейчас девочке 11 лет. Это другой совсем ребенок стал. Или он замкнутый был. Он понимает, что она не может наравне со столием детьми научиться в обычной школе, в обычном классе. И она выделяется среди них. И вот с помощью центра, работая с центром, она изменилась. В этом году изменилась ситуация абсолютно кардинально. Дети с ней дружат. До следующего вторника в центре будут проходить различные мероприятия, встречи. Больше времени выделено на консультации для родителей. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа, Регион. В рамках формирования безбарьерной среды в Анапе стираются не только психологические преграды. 11-я школа в селе Супсек завершает мероприятие по обеспечению доступности среды для учащихся с ограниченными возможностями. Деньги поступили из бюджета по специальной программе. Сегодня такая модернизация необходима по закону. Но в учебном заведении подчеркивают, что в итоге среда становится более комфортной для всех учеников, а также их родителей. Сергей, меня зовут. Очень приятно, Сергей. Так, что вы смотрите у нас? Мы проверяем на исполнение 181-го закона социальной защиты инвалидной Российской Федерации, на организацию безбарьерной среды вашего объекта. В школу номер 11 приехал специалист управления соцзащиты. Вместе с ним прошлись по помещениям учебного заведения. По нормативам все указатели должны восприниматься на ощупь. Указатель передвижения. Дальше. Такие таблички появились на всех кабинетах. Надписи дублируются специальной азбукой для слепых. Кроме того, световая гамма. Желтый – последний цвет, который перестает различать человек. Слабовидящим людям передвижение облегчает даже простая линия, прочерченная в нужном месте. Это дверь в столовую. Специалисты проверяют высоту порога. Он не должен быть препятствием для коляски. На первом этаже школы появилась специальная санитарная комната. В ней есть где развернуться. Скоро здесь установят фен для рук. Все оборудование и выключатель доступны из сетячего положения. Специальный проект. Через эти ворота колясочники смогут заезжать на территорию. Проектом предусмотрена кнопка вызова охраны. Затем по дорожкам во двор к пандусам. Они почти готовы. Осталось установить перила. Оба крыльца расширили. Есть и положительные стороны, есть над чем работать. Работа на стадии завершения. Поэтому от управления соцзащитой мы держим эту ситуацию под контролем. Работа учтена в полном объеме. То есть документация в порядке, смертная документация в порядке. В общем, учтено все. То есть осталось только временные рамки. То есть будем, как говорится, ждать окончания ремонта. На работы по программе «Доступная среда» из бюджета выделено порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей. Более 200 тысяч удалось сэкономить за счет организации процесса. Сегодня в школу ходят четверо учеников с ограниченными возможностями здоровья. Среди них нет колясочников. Но это не означает, что кто-нибудь не переедет в ближайшее время. Даже из другого региона. Вместе с тем нововведения повышают уровень комфорта для всех без исключения. Посмотрите даже вот крыльцо. Ведь оно у нас было узенькое. Сейчас крыльцо расширили в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения. Но ведь у нас контингент сейчас 1075 человек ребят. Сейчас вон какое красивое широкое крыльцо. То есть для детей, которые не относятся к маломобильным группам, это тоже польза. Темпы работ несколько снизились из-за плохой погоды. Но уже через считанные дни монтаж планируется завершить. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Каждый год 1 декабря весь мир отмечает день борьбы со СПИДом. Его справедливо называют крупномасштабной эпидемией, чумой 21 века, реально угрожающей человечеству. Десятки миллионов людей в мире страдают от смертельно опасного вируса, вызывающего дефицит иммунитета. К сожалению, проблема остро стоит и в нашей стране. Россия входит в 58 стран, где продолжается рост ВИЧ-инфекции. Мы даже обгоняем по росту 5 стран Африки. То есть это должно настораживать. И, к сожалению, в 2016 году официально признано, что в России есть эпидемия ВИЧ-инфекции. В некоторых городах, таких как Екатеринбург, Свердловская область, Хантамансийская область, Сургут. Связано это с тем, что все равно продолжается рост ВИЧ-инфекции. И у 1% беременных женщин выявляется ВИЧ-положительный результат. И на этом основании у нас официально в стране сейчас есть такое понятие, как эпидемия ВИЧ-инфекции. В Анапе за 2016 год было выявлено 110 случаев ВИЧ-инфекции. В этом году диагноз получили 106 пациентов. Всего же на учете стоит около 370 человек. Болезнь коварна тем, что долгое время протекает бессимптомно, поэтому врачи советуют ежегодно проходить диспансеризацию. А тем, у кого диагностировали ВИЧ, незамедлительно приступать к терапии. Самая большая проблема в том, что очень сложно найти пациентов, достучаться до них, объяснить, почему нужно наблюдаться с ВИЧ-инфекцией. Потому что самое главное в проблеме ВИЧ-инфекции – это побороть у человека стигмы, человека заставить понять, почему он должен лечиться, почему он должен наблюдаться и почему он должен обследоваться. Сейчас государство делает все для того, чтобы ВИЧ-инфицированные пациенты получали бесплатную терапию. То есть все препараты, они достаточно дорогостоящие. Терапия – это пожизненная терапия, это стоит из 3-4 препаратов. Все эти препараты выдаются бесплатно. Раньше с ПИДом болели преимущественно наркозависимые люди. Сегодня ВИЧ-инфекция все чаще распространяется среди благополучного населения. Поэтому знать свой статус ВИЧ необходимо каждому. Благодаря развитию медицины с этим диагнозом можно жить полной жизнью и даже рожать здоровых детей. Самое главное – своевременно и в полном объеме получать медикаментозное лечение. А чтобы не попасть в группу риска, врачи советуют вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиену, следить за стерильностью во время медицинских и косметических процедур и избегать беспорядочных половых связей. Самая активная молодежь Анапы решила отметить этот день массовым забегом, который организовали Управление по делам молодежи и Центр патриотического воспитания РатМИР. Профилактическая акция прошла под девизом «На помощь к нам приходит спорт». Этим утром принять участие в акции прибыли десятки студентов. Своим примером они призывают других приобщаться к здоровому образу жизни. Данное мероприятие проходит уже более трех лет. Сегодня собралось около 150-200 человек на эту пробежку. Ребята молодцы, что добровольно приходят на такие мероприятия. Мы очень рады этому. Старт в районе Высокого берега. Маршрут проложен по набережной, далее по улице Горького и завершился на театральной площади. Здесь участники забега устроили массовый флешмоб – зажигательная гимнастика. Каждый из присутствующих считает, что именно спорт – это секрет и красоты, и здоровье. Сегодня была замечательная погода. Мы очень здорово пробежали. Сегодня погода потрясающая. Было очень легко. Все друг друга поддерживали. Ребята все молодцы. Мы все на позитиве, на спорте. Это было очень здорово. Здесь же специалисты центра медицинской профилактики рассказали студентам о простых правилах, как уберечь себя от болезней, передающихся половым путем, или через инъекции наркозависимых. Всем участникам пробега были вручены памятки и красные ленты. 1 декабря миллионы людей крепят их на одежду, как символ борьбы со СПИДом. С сегодняшнего дня всем автомобилистам рекомендовано переходить на зимние шины. И хоть реального штрафа за несоблюдение рекомендации нет, специалисты советуют ее выполнить ради собственной же безопасности. Сознательные водители сменили летнюю резину на зимнюю, не дожидаясь 1 декабря, а с первым понижением температуры. Сегодня же шиномонтажки города переполнены. Автомобилисты готовят железных коней к зиме. Это вопрос не столько технического регламента, сколько безопасности. Летняя резина не предназначена до минусовых температур. Сцепление шин со снегом будет слабым, что повысит риск заносов. Я считаю, что переход на зимнюю резину очень важен, потому что зимы у нас разные. Бывают теплые, бывают холодные. Я считаю, что это для нашей безопасности, безопасности наших детей. Я считаю, что лучше не пожалеть какую-то копейку и переобуться на зимнюю резину. Это здоровье что нас, что нашей семьи. Весь процесс занимает порядка 20 минут. При установке шипованной резины необходимо наклеить специальный знак на заднее стекло. В противном случае придется заплатить штраф. В техническом регламенте определен срок, в течение которого следует использовать зимние шины. Это три зимних месяца. А еще менять необходимо все колеса, а не только переднюю или заднюю ось, как считают некоторые водители. А вот какой именно тип шин подобрать, лучше спросить у специалиста. В каждом регионе свои особенности. В нашем регионе, соответственно, лучше использовать не шипованные шины, так как зима преимущественно плюсовая. На зимние шины нужно переходить, независимо от того, есть ли на улице снег или его нет, так как состав зимних шин отличается от летних. В них добавлены элементы, сохраняющие эластичность шины при температуре от плюс 10 до минус 45 градусов. Зимние шины – это безопасность ваших и других участников движения. Существует требование к остаточной глубине протектора на зимних шинах, которые должен придерживаться водитель. Если глубина рисунка на зимних покрышках менее 4 мм, то водителю придется платить штраф 500 рублей. Отдел ГИБДД напоминает, перед зимой позаботиться нужно не только о смене шин, но и проверить техническое состояние машины в целом. Мы в очередной раз обращаемся к автомобилистам с просьбой подготовить машины к зимним условиям дороги, сменить летнюю резину на зимнюю, обратить внимание на техническое состояние своего автомобиля. То есть, исправность электропроводки, световых приборов, заряд аккумулятора. Следует быть крайне внимательными и аккуратными при управлении транспортным средством в случае упадения осадков. Неукоснительно соблюдать право дорожного движения, не допускать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП. Специалисты советуют не экономить на подготовке автомобиля к зимнему сезону, а лучше позаботиться об этом как можно раньше, чтобы зима не застала на дороге врасплох. И важно помнить, что в зоне ответственности каждого водителя не только собственная безопасность, но и других участников дорожного движения. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Продолжение следует... А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа «Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин